Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Немножечко информации о том, что произошло в Урзуфе. Вчера уже было много... Это приморское такое селыще, чистый курорт. И надо сказать, что вчера уже была информация оттуда, что там война была. Причем война не между мифическим украинским десантом и расистами, а война была между самими расистами. Значит, что там произошло? Дело в том, что последователи секты Дон-Дона, это кадыровцев, любителей тиктока, все мы все помним, тиктоколюбов, так этих тиктокеров послали, не послали, а отпустили с фронта погулять. Ну, они же по привычке по своей вперед, будем гулять так по полной с оружием, и все, как говорится, приехали. Попали туда в Урзов, и у них случился конфликт с местной комендатурой. И понеслось. Значит, слово за слово, они начали друг с друга срывать погоны, выяснять, кто правовернее Папы Римского, потом схватились за оружие и начали друг друга гасить из автоматов. Да, по полной программе. Результат боя точно неизвестен, но я думаю, что все видели эти фотографии, видео. Я специально не вывешиваю. Я, в принципе, такие вещи редко вывешиваю на Телеграме, что... Ну, такое дело. Я думаю, все это видели. Куча трупов с обеих сторон. Как говорится, хочется сторонам пожелать здоровья и успехов, в том, что они делают. Куча трупов и, короче, повоевали просто знатно. Показали все, что они умеют. То есть, отпуск прошел на славу. Если бы остались живы, как говорится, запомнили бы на всю оставшуюся жизнь и внукам бы рассказали. Вот. Но, к сожалению, к большому, они застрелили несколько гражданских. Почему? Потому что, ну, они же начали когда гасить, это же не пистолет, а это автоматы, там пули летят во все стороны. Особенно, кто знает калаши, они же... Это такое оружие. Кто был в армии, знает, да. Оно стреляет в направлении. Точно из него попасть... Все знают, что такое. Это не М-16. Вот. Значит, убили двух девочек-подростков, убили какого-то местного парня, убили женщину. То есть, ну, оно же стреляли во все стороны, что называется. А те идут, не поймут, что происходит. Это все-таки набережная и так далее. В общем, вот такая вот штука произошла. Абсолютный трэш. Но, что можно сказать? Там, где Россия, там всегда трэш. И... Когда люди в оккупации, они должны понимать, что они находятся среди обезьян с гранатами. И вот эта вот история в Урзуфе, она полностью напомнила, если кто-то видел, кто-то помнит, был такой смешной эпизод, как в Конго какие-то вояки местные дали обезьяне шимпанзе автомат. И она очень быстро поняла, куда там надо нажимать, при этом даже не поставили его на предохранитель. Короче говоря, шимпанзе быстро докумекало, что там надо нажимать, и потом эти все вояки прыгали, сами уже, как обезьяны, прыгали куда-куда, лишь бы спрятаться. Догадались, да? Сделали, конечно, красиво. И вот такие вот обезьяны с автоматами сейчас ходят по Урзуфу, по Херсонской области, по оккупированной части, по Мелитополю, по Мариуполю и так далее. Вот, поэтому, ребята, кто там находится во временной оккупации, будьте очень осторожны. Сами видите, что происходит. Ничего, освободим, а вот этих всех выпрямь за поребрик. Продолжение следует...